Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами в программе «Воскресные беседы» и сегодня хотел с вами поделиться своими воспоминаниями о великом человеке, схемонахине Сепфори, которая подвязалась недалеко от Оптиной пустыни, в метичке Клыково, теперь это мужской монастырь Калужской епархии в честь Спаса Нерукотворенного. Почему именно о ней вдруг пришла такая мысль поделиться с вами этими воспоминаниями? Дело в том, что она была сильным духовным человеком в своей жизни. Известно, что она родилась в 1896 году, а почила на 101 году своей жизни. Это случилось в 1997 году, 13 мая. Она была замужней женщиной, жила в большой семье, имела четверых детей, но уже тогда проявлялось ее христианское устроение души, ее любовь к Богу, к Богомолью. Известно, она делилась своими воспоминаниями, что после или во время Великого Поста, а если весна была ранней и до постельных работ еще осталось какое-то время, они ходили на Богомолье в Дивеево, они жили в местечке Глухого, Тамбовской губернии. И она рассказывала, сколько времени это путешествие, паломничество занимало. Шесть дней туда, шесть дней обратно. И несколько дней в монастыре поисповедаться, причаститься. Известно, что даже тогда, когда она вела мирский образ жизни, уже имела подвиг воздержания. Она, например, готовила мясную пищу на всю большую семью, а сама часто не садилась за стол из-за воздержания. А когда у нее спрашивали, а ты садись за стол, она говорит, я уже поела. То есть детство себя приучало к посту, хотя жизнь была многотрудной, семья была большая, но Господь за веру и за любовь к церкви наградил эту семью. И землей, и благополучием они в то время относились к середнякам. Но пришло время коллективизации, и случилось однажды большое горе, большая беда. Тесть незадолго до революции буквально накануне построил новый сруб для их семьи. Они даже не успели въехать в новый дом. Пришли революционно настроенные люди, и буквально дом, новый дом, новый сруб раскатали на бревна. А большую семью, она, муж и четверо детей, буквально выкинули на улицу. И что же случилось с этой семьей? Все боялись приютить их, чтобы с ними не случилось такой же беды, как и с ними, поскольку они как бы приютили врагов народа. Их на краю села приютила одна женщина, которую все в деревне не любили за злой характер. А приютила их именно она. Почему? Потому что Дарьи, так звали схемонахиню Сепфору в миру, когда они жили благополучной жизнью, она втайне помогала ей новоиспеченным хлебом и приносила ей к рынку молока, потому что старушка эта жила бедная. И вот она, помня эту любовь и помня участие к себе, она принимает эту семью. Жили в тяжелейших условиях, потом революции, потом война, потом голод, холод, многочисленные заботы, попечения о детях, муж на войне, эвакуации, переезд с одного города в другой, но никогда не оставлялась молитва. Она часто ездила на паломничество в троицу Сергиеву Лавру. И там в 67 году, когда дети уже выросли, четверо дочерей, вышли замуж, определились, она была пострижена в монашество с именем Досифея. И жила в городе Кирийске, так что даже соседи не знали о ее монашеском постриге. Они так и продолжали звать ее бабушка Даша. Она любила церковь, проставила в ней долгие часы, но потом в ней открылись духовные дарования за молитву, за любовь, за смирение, за любовь к церкви. Так что в ней открылась дар любви, дар молитвы и дар прозорливости. К ней начали ездить оптинские братья, познакомились с ней. И в разговорах, в советах, в недоуменных вопросах они вдруг стали чувствовать, что человек, который ни разу не жил в монастыре, тем более в мужском монастыре, вдруг говорит такие вещи, которые должен знать, казалось бы, специалист. Тот человек, который непосредственно должен жить этой жизнью. Удивительный был случай, когда за ней приехал из этого монастыря, в котором она потом переехала в Клыково, приехал отец Михаил. И сказал, что он из Клыково. И она очень обрадовалась и буквально пришла в восторг, потому что накануне она молилась, неужели она, монахиня, вот так окончить свою жизнь в миру, в мирской обстановке. И ей было открыто Матери Божию, ты не волнуйся и не переживай. Отцы сами за тобой приедут, и ты переедешь в местечко под названием Клыково. Они сами за тобой приедут. Так и случилось. В 99 лет она переезжает в местечко Клыково, только вновь, то только недавно открывшееся архиерейской подворье, еще тогда даже не монастырь, с разрушенным храмом, в котором хранилось аммиачное удобрение. Ничего не напоминало, ничего не предвещало будущего расцвета монастыря, а домик, который построили, буквально был 4 на 4, это почти чуть-чуть побольше маленькой избушки. Как же она радовалась, когда она переехала в этот новосрубленный дом. Это было напоминание о том доме, который построили для нее и для ее семьи до революции, и в котором она не смогла так и пожить. Господь на 99 году утешил эту старицу, когда поселилась она в новом доме. И начались удивительные события. Она ежедневно посвящала службу. Храм молились в притворе. Был фанерный иконостас. Поскольку потолок и своды храма не были укреплены, то часто куски штукатурки и кирпичей сваливались буквально на голову молящихся. Было в храме жутко холодно, потому что тогда не было еще центрального отопления, и она не пропускала ни одной службы. Братья перед тем или другим делом спрашивали всегда у нее благословения. Особенно была огромная проблема с материалами, с техникой, с финансами. И как только матушка появилась в этой обители, дела пошли совсем иначе. У братьев даже не было машины добираться до Москвы к своим помощникам, благодетелям, доброхотам. И вот однажды приходит отец Михаил к матушке Сепфори и говорит, «Матушка, ты знаешь, нашелся один благодетель». А она говорит, «Да-да, он вам еще и машину подарит». Случилось такое. Он сказал, что когда придет новая партия машин, тогда из них я вам постараюсь одну выделить. Отец Михаил приходит за благословением и говорит, «А как из этого количества машин выбрать, потому что сейчас настолько слабая и некачественная техника, чтобы потом еще с ней это не мучиться?» И матушка прозорливо сказала, «А ваше, говорит, будет помечено». И опомечено ангельским числом. Когда они приехали на завод, который выпускает машины, им дали для выборов 20 или 30 машин. Они сели в одно, завели движок, что-то не нравится. Завели другой, третий, четвертый, но все совершенно уже показывало даже качество по звуку, потому что они поехали на этот завод, поехали со специалистом. И вдруг смотрит, что осталась в стороне стоит одна вся очень грязная какая-то машина, даже со спущенным колесом. Они подходят к машине, и на машине видят крестик. Они садятся внутрь, заводят движок и слышат, что работают как часики. А когда они открыли капот и посмотрели выбитый номер на двигателе, то его число состояло из шести цифр. Три, 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 сто, сорок, четыре. Три цифры в честь Святой Троицы, а последняя цифра, сто сорок четыре, это цифра апокалипсиса, те избранные сто сорок четыре тысячи, которые войдут в рай с Богом. И вот эта машина потом долгое-долгое время служила этой святой обители. Сбылись слова матушки, а ваша машина, она будет помечена. Когда матушка с города Киреевска, Турцкая область, переехала в Клыково под Оптинный пустынь, то многие священники и паломники в монастыре Оптинной пустыни стали ехать к ней за советом. И каждый получал свое. И на те вопросы, которые задавались ей, она давала совершенно разные ответы, исполненные благодатью Святого Духа. Так что многие люди, которые посещали ее смиренную келью, говорили потом впоследствии, что вот входишь к ней ощипанным куренком, а выходишь белым лебедем. Радость общения передавалась, и благодатья Святого Духа, передавалась реально от этого человека. Но у нее часто была и общая присказка, которую она встречала людей, и которую я не раз слышал. Она говорила, а вы следите за своими зверями. Думаю, за какими зверями? Ну как же, говорит, за своими ястребами, за своими зайцами. Следите ли за драконом и за граблями? И тогда я спрашиваю у нее, матушка, а как это понять? Да вот так, говорит. Ястребы, говорит, это наши глаза. Везде летают и туда, и сюда, и что смотрят, то что надо, и что не надо. И за граблями своими смотрите. А грабли – это руки. Чего не клал, того и не бери. И за своим драконом следи. А дракон – это сердце. Так разбушуется, что порой его и не остановишь. И за зайцами своими следите. А матушка, а зайцы-то кто такие? Зайцы – это ноги ваши. Везде бегают, куда не надо. Мы, говорит, вышли, говорит, из церкви. А из церкви вышли за порог. А там семь дорог. А у нас должна быть одна дорога к Богу. Так что, говорит, она говорила. Так что за своим зверинцем следите. Однажды я задал ей вопрос про гордость. Как с ней бороться. И что в этом состоянии чувствуется, что Господь отступает. В состоянии, когда ты гордишься. И тогда она говорила. Да, действительно. В Писании что сказано. Бог гордо противится, а смиренным дает благодать. И рассказал такую историю, притчу. Вот была, говорит, у нас одна в деревне. Жила снохой. Все ее не любили. И все время заставляли делать всю работу за них. Так что она с утра до ночи крутилась. Потому что была младшей в семье. Младшей снохой в семье. Однажды, говорит, все пошли в церковь. А ее оставили готовить обед. Убираться в доме. Чтобы, придя из храма, все уже было готово. Все сделано. Все прибрано. А по дороге из храма хотели над ней пошутить. Говорит, давай, говорит, она про свирочки любит. И когда речку переходили, взяли три камешка и завернули в платок. Завернули в платок. Приходит и говорит, Авдотья, мы, говорит, с храма вернулись. И те про свирочки это принесли. А камни были завернуты в платок. И подпадали ей. Она встала перед иконами. Перекрестилась. Помолилась. Прочитала молитву Отче Наш. Раскрывает этот платок. А там лежат три про свирки. Не три камня. А три про свирки. Она перекрестилась и говорит. Да я-то, говорит, мне одной есть-то как-то неудобно. А вы-то, говорит, уже про сворочки сегодня ели. Они про себя ухмыляются. Какие-то про сворочки, там же камни. А когда подошли, когда, вернее, увидели, что она что-то жует. Подошли, посмотрели. А там осталось еще две про свирки. И они Бог к ней в ноги. Прости, прости. И рассказали все, что было. А та даже поверить этому не могла. Только плакала и плакала от радости. Вот так это рассказывает Матушка Сифора. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Еще у Матушки Сифоры был такой обычай. У нее стояли такие маленькие пасашочки, маленькие палочки. На которых она, когда молилась, опиралась. Потому что ходила в храм, опираясь на эту палочку. И часто люди, которые приходили к ней, она любовно стучала иногда по спине, по рукам, по ногам. Как бы отгоняя тех нечистых духов, которые есть в каждом из нас. А потом, когда дотрагивалась до сердца, это концом палочки, и говорила такие слова. Постукивая по сердцу, чтобы это как бы вошло и запомнилось. Говорила, всели в меня, Господи, корень благой, страх твой в сердце мое. Всели, Господи, корень благой, страх твой в сердце мое. И часто это повторяло показы, что действительно, что страх Божий, начало премудрости. Об этом сказал еще преподобный, и премудрый Соломон. Что когда есть у человека страх Божий, есть память вне Боги. Тогда это и является корнем благим, фундаментом всей духовной жизни. И очень часто это повторяло в назидании всем нам. Говорится в жизни святых людей, что те люди, которые наделены от Бога особой благодарией, которые дышат Богом, сердцу веселящейся и лице цветет. И вот эта веселость сердца, это признак божественной благодати. И они рассказывают тоже такую забавную историю. Ей было уже лет 75, и она вдруг своей келейнице говорит, ты знаешь, говорит, давай поедем на Богомоле в Киев. Она говорит, матушка, да дорога длинная, тяжело. Да нет, говорит, я когда-то давным-давно там была. Давай сейчас съездим там помолимся. И тогда келейница предложила, что дорога дальняя, а может быть на самолете полетим. Она говорит, ну давай на самолете. Приехали в Москву, взяли купили билет на самолет, прошли регистрацию, контроль, завели в самолет. И стюардесса, а матушка впервые летела на самолете, и стюардесса, проходя, говорит, бабушка, а вы здесь ремни-то пристегните, сейчас взлет будет, она тогда и говорит, милая, а тут зачем пристегиваться? Это же не машина. Она говорит, это не машина. Но когда взлетать будем, тут тоже трясет, потому что всякие бывают воздушные ямы. И тогда матушка говорит, а что, у вас здесь дороги тоже не ремонтируют? Вот так она с таким духовным юмором, даже в 75 лет, казалось бы, казалось бы, но благодать Святаго Духа, вот такая радость на сердце, она делилась ею и с людьми, поддерживая их в их повседневной работе, в их повседневном послушании. Матушка по своей природе, такой телесной, она в какое-то время абсолютно ослепла. Но многие замечали, многие замечали, что она, даже несмотря на свою физическую слепоту, многие вещи видела. И тот юмор, о котором я сказал, который присущ святым людям, благодатной жизни. Я еще вспоминаю конкретные случаи. Почти редко у кого сохранились записи личной беседы с этой великой старицей. У меня эти записи были. Я как-то первый раз дерзнул на это взять с собой магнитофон, зная, что от нас уходят эти святые люди и что необходим их голос, их подлинные слова, чтобы они остались для памяти, для задних всем нам. И однажды я приехал в Киреевск, когда она еще не переехала в Клыково, достал магнитофон, и я уже рассказывал, к этому времени она уже была слепой. Я достал магнитофон, держу в руках, и когда я задал первый вопрос, я включил, включил, магнитофон почти, почти бесшумно. И матушка посмотрела ровно мне в глаза, потом посмотрела на магнитофон, хотя она не знала, в какой руке он, в правой или в левой, она посмотрела ровно на него и улыбаясь говорит, не улыбаясь, я вспоминаю, а строго, говорит, а это, говорит, что? Я ей говорю, матушка, надо. Она говорит, надо? Я говорю, да, ну ладно. И откуда? В 95-летнем возрасте знать, что существует такая техника, что существуют портативные магнитофоны, что это за щелчок магнитофона, щелчок техники, мало ли, может быть, я на стуле каким-то образом неудачно повернулся. То есть, вот такие, из таких мелочей складывалось ее прозорливое видение жизни. Мало того, что однажды, даже за несколько лет до перевода меня сюда, в Москву, на подворье, она это прозорливо предсказала. Она мне однажды говорит, ты знаешь, говорит, ты, когда войдешь, одна вот так вот сделает и посмотрела своими слепыми глазами мне в зрачки. Я тогда пришел в ужас. Но почему не на лоб, не на ухо, не на нос? Она мне смотрит в глаза и говорит, ты войдешь, а одна вот так вот уставится. А ты сделай так. Ты посмотри на нее и сделай вот так. Ну, что? Я тогда ничего не понял. Прошло два года и тогда я понял, как она намеком, намеком предсказала будущее, как надо себя вести с теми людьми, которые ведут себя неправильно. А то, что она посмотрела ровно в глаза, свидетельствует о глубоком-блубоком духовном ее жизни и уровне, что оказывается, у Бога и слепые, лучше и зрячие зрячих. Многие паломники вспоминают свое общение с матушкой. Когда часто приходили со своими скорбями и недоуменными вопросами, то многим она говорила еще и такую присказку. Молись, да трудись, да на Бога положись. Придет от рада и управит все, как надо. Мне часто спрашивали, матушка, ну а как ты знаешь эти все вопросы, которые мы задаем с такими как бы подробностями. Действительно, она говорила немного, но говорила в самую точку. И она часто в беседах с нами говорила такие слова, я от себя ничего не говорю, я, говорит, неграмотная старушка. А то, что мне Господь кладет на сердце, то и говорю для каждого человека. Я только, говорит, пластилин в руках Божьих. Вот так смиренно думали, именно не говорили, а думали о себе все великие люди. Я только, говорит, полагаюсь на волю Божию. Я пластилин в руках Божьих. Однажды я сам матушке задал вопрос. Матушка, а как молиться за родных, близких, за знакомых людей, которые подвержены недугу, пьянству? И тогда она говорила, молиться-то можно, но надо, чтобы и сам человек хоть немножко веровал. А если, я говорю, слабая вера, вот если слабая вера, то за такого человека очень тяжело молиться, потому что сам он не хочет. Но молиться все равно надо. И призывать угодников Божьих. И Ивана Милостивого, и Филарета Милостивого, и Ванифати, и Трифона. А какой, говорит, великий угодник Божий, святитель Николай. Всем им молиться надо. Без угодников Божьих мы никуда. Уж какой-нибудь угодничек Божий да поможет. А ты знаешь, говорит он, батюшка, как раньше-то на свадьбе пили. Свадьбу, говорит, когда справляли, так уж над каждым стаканом крестились. А уж потом только выпивали. А сейчас, говорит, не так. Тогда, говорит, люди, говорит, страх Божий был, так сказать, и каждую рюмку, то есть задумывались, какая лишняя, а какая нет. А сейчас, говорит, уж не так. Только дорвались, так сказать, и пошло-поехало. Но угодников Божьих, говорит, призывай и молись, как уж тяжело бы не было. Иногда спрашивают относительно воспоминаний, а какой была матушка чисто внешне. это уже был довольно пожилой человек со строгим лицом, вся высохшая, сухенькая старушка. И что поражало в ней? Поражало в ней немногословность, краткость, причем чувствовалась в ней неженская мужественность, я бы так сказал. То есть она говорила строго, низким голосом, а когда она стояла на службе, в те моменты богослужений, когда, казалось бы, можно было сидеть, она все службы выстаивала. И часто можно было наблюдать, как она иногда шептала, и посохом, палочкой, на которую опиралась, поступила себе ногам и говорила, стойте, стойте, стойте. То есть своим ногам. Потому что очень ревностно относилась к богослужению. А перед тем, как она причащалась, она, конечно, строго попростилась. Для нас сейчас такие вещи, конечно, очень сложные, но просфора и вода. И самое главное, что не только до причастия, но и после причастия. И у нее, конечно, было такое устроение, она говорила, как много мы потом теряем, теряем, вот этой нестрогостью после этого причащения, потому что, говорит, после этого, говорит, все начинают и объедаться, и опиваться, и за собой не следят. И получается так, то, что получили, то сразу растеряли. А надо это хранить в своем сердце, чтобы не растерять. Однажды я спросил матушке, матушка, а какая самая главная христианская добродетель? И она говорит, ну, как тебе сказать? Это предать всего себя Богу. Вот пришел кто к тебе и попросил чего, а ты не дал. Это грех. Предать всего в себя Богу ты так не сможешь, и я не смогу. Вот, говорит, однажды в монастыре случай такой был. Переносили мощи. Идет какой-то старичок, старенький монах, а у него вся ряса рваная. Он подходит к другому священнику и говорит, я бы, тоже пошел. Да не в чем. А этот говорит, на тебе, говорит, рясу мою, а я здесь останусь в церкви, убираться буду. Старичок пошел там туда, где мощи переносили. В этой рясе новенькой, так сказать, священника, а этот остался. Прибегают за этим священником, говорят, срочно иди, тебя в храм зовут, потому что ты за мощами прибирался и лучше тебя это никто не сделает. А он тогда и говорит, а как же я пойду, смотри на мне, подрясник какой весь оторваный. Быстрее, говорит, беги, там начальство это какого, приехало. Но он и в храм и побежал, рассказывает матушка. В храм бежал, а на него все кричат, ты что, в храм-то так вырядился. А он говорит, братья, простите меня, но быстро собирался, поэтому вот в таком виде. А все на него ругаются, ты что так нарядился? А он думает, что он в подряснике рваном. А он оказался в рясе из самого лучшего материала. Так что лучше был тех священников, которые были у начальственных должностей. Вот так рассказала матушка. Вот так, говорит, Господь, Господь покрывает человека за доброе дело. Он для людей, он сам по себе весь в лохмоть их в ранном подряснике. А у Бога он в лучшей ризе. Вот, говорит, она правда-то какая. Предать себя, всего Богу. А человек так не может, чтобы себя-то раздеть. Вот, говорит, к чему мы в своей жизни должны стремиться. Вот такая, говорит, Божья правда. Вот так Господь испытывает нас, сказала матушка. Вот что, шел старичок и шел, но попросил и попросил. А это не старичок, говорит, был, а сам Господь. Вот и теперь подумай, а ты бы смог бы так. Вот об этом и надо молиться, чтобы смочь. Это великая угодница Божия и подвижница нашего времени, 20-го, в конце 20-го века, был открыт от Господа день ее кончины. За несколько дней она начала раздавать те пассажки, которые были в ее келье, иконы, а отцу Михаилу, скитоначальнику, она отдала свою схему, раздавала книги, потому что предчувствовал день своей кончины. и за день сначала полизовала одну сторону, потом другую, приехали оптинские братья, совершили на дне таинство Святого Соборования, и молились о ее выздоровлении, и она, открыв глаза, тихонько некоторым сказала, даже и не молитесь, домой, домой. И о таких светлых людях, как Матушка Сепфора, хотелось бы завершить одним духовным стихотворением. Как высоко твое у человек призвание, от лика Божия на землю павший свет, есть все в твоей душе, чем полно, мироздание, в ней все нашло себе созвучие и ответ. До новых встреч, дорогие братья и сестры, и Бог вам в помощь. Аминь. Аминь.